Я познакомилась со своей будущей подругой Оксаной Сафоновой, и она была арт-директором группы «Левосторонний движет». И вот отсюда приехал Анвар Тубер. Всё, Настя, сейчас будем всё это рассказать. Примерно так начнём. Но начинайте с БАДО. Вы просто спрашиваете вопросы, что там, с творчеством, я скажу, когда... Так, так. Сейчас певица «Поп» и «Рок» певица. «Роковага» направлена. «Поп» и «Рок». Я сейчас за управление. Стёпа Меньшков, ну, придётся. А кто это? Стёпа Меньшков, не знаешь? Думаю, два не смотрел, что 20 лет назад. Мы были на мероприятии... Мужчина года. В первых выходных. Там был Стёпа Меньшков. А он не фиксируется никак? Нет. Вы его ломанули пару недель назад, и мы... Мало зарабатываем мы ещё. Мало? Плохо всё у нас. Всё-таки завязывай, пожалуйста. А через сколько? А мне надо ушки? Пожалуйста, вы. Сейчас. Ну, можете сейчас или там музыку играть. Так... Нет, я обиделась. В смысле в чём? Давайте... Мне как разговаривать лучше с ушами, без души и... Вы себя слышать не будете. Вот будете... Ну, как вы будете говорить... Да. И в эфире не будете слышать, что происходит. Ну, так просто... Я сейчас не слышу тебя с вами после дня. Ну, вот. А вот, когда микрофон включится, всё... Мы увидим, эфир выглядит. Все хорошо, хорошо так вот слышите. Вы слышите, что вы говорите, как вот эфир звучит. А, вот тогда лучше, наверное, всё же. Нет, просто некоторые говорят, мне не надо. Не стать себя с нами разговаривать. Ну, только главное, чтобы... Микрофон говорит близко, чётко. И желательно так, ну... Да. Ну, как бы там удобно выбирать. Он, на самом деле, боковой не может быть. А. Даже так? У меня будет слышно, я просто музыка очень громко играю. А, сейчас сам. Сейчас я сделаю. Будет очень комфортно. Чуть-чуть, мальчишка. Подложка убегает постоянно, понимаешь? Нет. Подложка просто убегает постоянно. Я не знаю, куда надевается. Я вот её закачал, залил, всё, включил, её нет. Программа. Сейчас я новую залью поднялся. Всё, рекламный блог, и мы выходим. Хорошечно. Реклама, и мы выходим. Не забудьте, что я Анастасия Дешина Жарова. Я же говорил про жару. Всегда не у меня сяду. Певица Поп-н-дро. 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 Телефон отдела рекламы 8 9 7 7 4 9 9 50 77. Ну что ты слушаешь? Нерусское радио. Та-дам! И вот и снова мы в эфире Нерусское радио. И сегодня, прямо с сегодняшнего дня у нас стартует новая рубрика. Ну какая же рубрика, Кирилл, расскажи. О, кто это у нас заговорил? Медведь пришел мимо, проходил по лесу. С вами Павел Бабин. Кир Юрьевич меня зовут. И между прочим у нас сегодня новейшая, неслыханная вообще еще в мире рубрика. Звезда из народа. Народная звезда, народная звезда. Ну или народная звезда, или звезда из народа. И сегодня ее открывает вместе с нами наши сегодняшние гости. Зовут ее Анастасия Жарапершина. Першина Жара. Першина Жара. Да. Анастасия Першина Жара. Здравствуйте, Анастасия! Привет! Всем привет! Мне очень приятно с вами пообщаться. Да, всегда бывает такое, что фамилию и псевдоним немножко бывает путают. Ну, давайте прямо начнем. Значит, Анастасия Першина – это настоящее, я так понимаю. Да, это мое настоящее имя. Я его оставила лишь для того, чтобы все мои прежние поклонники из бардовской жизни меня все-таки помнили. А в жизни потом нынешней попсовой я стала как Настя Жара. Но вдруг пришла идея снова потвориться в жизнь, как Анастасия Першина. Вот у меня арт-директор очень настоял. Поэтому мне пришлось оставить этот интересный псевдоним, придуманный моим самым замечательным другом. Но, к сожалению, его сейчас с нами нет, он умер. Но Анвард Лебердин дал мне этот псевдоним «Жара». И я его так и оставила. Несете его так, гордо по жизни. Да, я гордо, потому что мне очень нравится. Значит, вы сейчас уже, Анастасия, вы сейчас уже практически половина наших вопросов из интервью ответили сразу, вот так вот вступив, просто поздоровались, все, значит, половины интервью нет. Анастасия поздоровалась половиной, я сейчас половину сценария порвал. Давайте попробуем спасти второй половины сценария. Значит, хватаемся за... Соломинку. За соломинку. За жаркую соломинку. Пытаемся ухватиться. Вы у нас, как это, впервые, можно сказать, в нашей программе, потому, может быть, и звезда из народа в том числе. Вы выходец... Как правильно не знаю сказать? Из бардовской истории. Из бардовской песни. Из бардовской песни, да? Да. Изначально я была баном. Ну, в принципе, я иногда все-таки придерживаюсь этой традиции и возвращаюсь в бардовской круты лишь для того, чтобы порадовать своих друзей. И приезжаю в свой замечательный город Пущино. Всем привет! Подмосковный, я так понимаю. Подмосковный, город Пущино. Всем привет! Город Пущино, Подмосковье. Да, замечательный город. Там я начала свою бардовскую карьеру со школьной сканье. То есть, изначально я отучилась на фортепиано, как обычно. А музыкальное название есть? Да, есть. Отучилась я в школе. Музыкальный. И как пошла в первый класс, одновременно у меня музыкальная карьера по классу фортепиано. А затем, я уже окончив музыкальную школу по классу фортепиано, вдруг решила пойти на гитару. А почему бы и нет, да? Да, экстерном закончила за пару лет гитару. И в эти два года я уже стала бардом. Да, мне вдруг осенило писать стихи. Но бард... У нас же нет бардов-женщин. Или они есть? Нет, почему? Их очень много. Их, как раз, очень много. Почему такой именно выбор? Нет, на самом деле, просто город Пущино насыщен бардами очень сильно. Все любят играть под гитару, выступать, потому что город свежий. Город располагает в природе. Всем хочется пойти отдохнуть в лес. И все становятся бардами, да? И потихонечку развивается вот такое направление благодаря гитарам, песням и вот такому приятному настроению застолья в лесу. Ага, как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Да, влечет к бардовским. Любители шашлыков, короче. Павел, а ты знаешь бардов вообще, кроме Анастасии? Ты знаешь, Никитин их помню, как, я не знаю, бард или они. Да, да, вы совершенно правы. Они у нас работали в институте научном, да, по-моему, микробиологии. И у них была карьера, карьера ученая. Они были учеными, замечательные люди. Потом они уехали в столицу и... И все. Да. И Александра Александровна. Карьера ученых кончилась. Да, да. Были ученые, наукой увлеченные. Да, и теперь уже понятно. Я знаю просто только одного барда, к сожалению. Это кто? Семен Слепаков. Да он даже не бард. Он себя позиционирует как бард. Но бог с ним. Исполнитель бард. Барда. Барда, скопись. Итак, значит, город Пущино далекий. Вернее, близкий. Барт, Анастасия. И... Хорошо. И что же... Ну, то есть, я так понимаю, что до какой-то определенный момент в жизни вы были бардом. Да. Ну, прям бардом-бардом. Вначера я в школе, да. Или прям серьезно все. Прям концерты были. Концерты, конечно. Я же не просто... Шоу-бизнес начался уже, да? Конечно. Да. Я же говорю, со школьной скамьи я сначала во дворе начинала петь песенки свои, пробовала. Нет, не без того. Я еще изначально пробовала солнышко в руках вот эти вот песенки, другие песенки пела тоже. Но мои почему-то нравились больше в моем исполнении. И это затянуло. Я стала писать. Ага. Для друзей. То есть, вы пишете у нас стихи еще, получается? Да. Пишу стихи, пишу музыку и, соответственно, выступаю. Сначала это было только бардовское направление. Ну, понятно. Понятно. Нет, давайте постепенно мы сейчас разговаривали. Выступала в нескольких городах. Значит, Пущинок я заслужила такую степень, как лауреат и дипломат авторской песни. Затем я выступала в городе Королеве, в городе Серпухове. Балашику звали. Здесь в клубе Лимонаде выступала. В общем, прошвырнулись вы по Подмосковью, я так понимаю. И по Подмосковью, и вот в Москве. И по Москве я прошвырнулись. Да. Я понял. Вот. Что касается... Хорошо, понятно. Что касается... Я знаю, что у вас какая-то есть такая научная стезя в вас. Вас не касает научная стезя. Я занималась наукой. Сначала я закончила юриспруденцию, работала юристом. Одно время в РАТЭПе, да, в Серпухове. Работала в Москве как менеджер, потом юрист-консульт на Динамо. И затем меня увлекло в политологию. Значит, я закончила аспирантуру по политологии и на кафедре политологии права. Защищала я диплом, то есть, ну да, диплом диссертационный. Диссертацию я защищала по теме «Место и роль женщин в политическом процессе современной России». Вау! Да, замечательно. «Место и роль женщины в политическом...» Ну-ка подождите сейчас. И одновременно по окончании, по окончании, конечно, написания диссертации я еще выпустила замечательную книгу. Ага, ну-ка, выверните, пожалуйста, Анастасия. «Гендерная политика для современной женщины». Боже мой! Кирилл Юрьевич, впервые, можно сказать, за всю нашу с тобой деятельность, радио, мы... У нас в гостях умный человек, образованный. Доктор наук. Доктор наук. Кандидат. Кандидат? Кандидат училась. Кандидат наук. Кандидат наук. Кандидат наук у нас в гостях, а мы с тобой... Как это? Вдруг война, а я усталый, понимаешь? А мы с тобой не подготовились, как обычно. Ну, что ж ты... Итак, гендерная политика... Ну, давайте мы... Серьезно, я предлагаю не разбирать данное произведение, потому что, ну, как бы, понятно, что непонятно, что не разберем. Параллельно пойдем дальше. Также я немножечко озвучу. Есть сборник «Ориентир», но это я взяла просто один, у меня их несколько сборников. Я взяла только один, там будет одна из статей, как раз, вот, просит показать, я показываю вам круглым планом. Да, у меня здесь есть статьи опубликованные, научные, да, о женщинах и о политике. Есть социальные у меня статьи, есть политического уровня, вот. Ну, в общем, все о женщинах, я так понимаю. Да, да, да. Политика и женщина это вообще совместимое? Совместимо. А женщина в политике сейчас это модно. Не, ну, понятно. Как, знаете, такая есть программа «Модный приговор». Вот это что-то такое вот есть. Да нет, ну, приговор какой-то женщины в политике, на мой взгляд. Приговор для женщины какой-то в какой-то степени, нет? А кого бы вы сейчас выделили, Анастасия, среди наших женщин и политиков? Ну, просто если я буду выделять, конечно, это будет очень смешно. На самом деле я немножко отойду, может быть, от самой Госдумы Российской Федерации. И мне вот Валентина Матвиенко нравится, как вот наша вот именно… Тоже как вот она действительно, пусть она и мэр города в Невске нравится, как женщина, вот мне кажется… Она, по-моему, сейчас бывшая. Она же не мэр города, она в связи с этой Федерацией. Она… Была, бывшая. Да, да. Ну, я вот говорю, когда вот она властвовала, мне очень нравилась ее сдержанность. Она властвовала. Она сейчас, по-моему, трижды властвует. Нет, именно вот в тот период она начинала… А, когда начинала властвовала. Да, начинала, вот у ней раскрылся вот этот талант. Сейчас это больше и более неотразит. Какой-то… А вот к феминизму не имеет отношения никакого вот это все движение ваше, изучение и социальное положение женщины как политика? Нет? Нет, я… Нет, я… Нет, я не феминистка. На самом деле я просто поддерживаю женщин. Да мы тоже как-то стараемся вроде как-то… Нет, на самом деле феминизация – это больше страдает американская структура. Наша российская, она дает свободу мужчине и женщине одновременно раскрыть свои таланты и идти вперед. У нас феминизации как таковой нет. У нас все могут все. Я бы так сказала. И такие лидеры, вот, например, мне нравятся очень. Замечательная женщина Ирина Калматова, в политике относящаяся. Да. Мне нравится и… Многие… У нас вот… Наша гимнастка вот замечательная, есть Алина Кабаева, она тоже в политике сейчас. Она в политике сейчас, да? Да. Она вроде как… Она отдыхает в Госдуме сейчас. Побыла вроде в политике. У нее была спортивная карьера, на которой она устала. Сейчас у нее долгосрочный отпуск в Государственной Думе. То же дело. Да. Ну, понятно. Она проявила свой характер. А Алина Хакамада, насколько я знаю, сейчас в политике вообще никакого отношения не имеет. Ну, я же говорю… Ну, пора по вообще. Вообще. Я же обсуждаю несколько… Я почему говорю о многих людях… Вообще книгу я написала, это 13-й год. А я когда вот была… Именно вот защищалась и писала. Но дело в том, что я почему и затронула сейчас вот Алина Кабаева, например, другие… Просто я и сейчас как… Немножечко не работаю в этой сфере политической, немножко отклонилась творческую деятельность. А тогда я была больше вот к ней привязана. А почему я сейчас вот Алину Кабаев затронула? Потому что, во-первых, они действительно сейчас там хорошо… Устроились. Да, освоились, да. Они вообще действительно там хорошо устроились в этой своей близне. Так. У нас вот шоколадная женщина, все ее знают. Савчак, да. Ааа, шоколадная. Почему она шоколадная? Ну, потому что она… Я в шоколаде. Ааа, в Владимире. Все, да, да. Все время, я говорю, шоколадная женщина. Ну, она сейчас очень хорошо освоилась, я считаю… В политике. Многие, да, многие ее, конечно, не очень любят за ее резкий характер, наверное, да. Но мне иногда нравится ее… А не кажется вам, Анастасия, что вот, допустим, многие сейчас политические деятели пытаются превратить свою деятельность политическую все-таки в какое-то шоу? В какое-то шоу? А это, скорее всего, связано с тем, что многие сейчас политики именно из шоу-бизнеса. Ну, в том числе, да. И спорты… Ну, то есть… Ну, вы поймите, Алина Кабаева, ну… Алина Кабаева… Спорты… Спорты… Хорошо. Вижу книгу еще… Может быть, как-то мы разбавим сейчас тему политики. «Сонеты любви» называется. Да. Что это? Давайте я вам сейчас о «Сонетах любви» немножечко расскажу. Дело в том, что… Даже вот есть записочки еще… Это к тому… Говорится, что я продолжаю творчество, обязательно пишу, продолжаю. По мотивам «Сонетов любви». Да. Итак, это настоящие сонеты? Да. Я сейчас покажу. Это называется книжечка «Сонеты любви». Анастасия Бершина Михайловна, мое отчество… Очень приятно, Анастасия Михайловна. Да. «Жара». Да, да. Прошу любить и жаловаться. Следующий навредно будет с эмблемкой «Жара». А, даже так. Да. Обязательно. «Сонеты от жары». Да. «Сонеты любви». С чем это связано? Я писала книгу на разные темы. Любви к миру, любви к природе, любви к творчеству, любви семейной, к детям и так далее, матери… Вот эту книгу. Да. Там вся любовь прослеживается. Одна из интересных композиций на сегодняшний день, «Мир, в котором я живу», как раз взята из данной книги. Я ее написала тоже в 2011 году, выпуск. Прошу, кстати, вот эти все книжечки «Гендерная политика» и «Сонеты любви». Вы можете прекрасно найти в библиотеке имени Ленина. У нас вот сейчас две книжечки под авторством Анастасии Першина. Вот. Прошу, пожалуйста. «Сонеты любви» от 2011 года. «Хендерная политика» от 13-го. Кирюшенька, я прошу тебя, пожалуйста. «Мир, русское радио» Анастасия Першина-Жара у нас сегодня в студии. Кир Юрьевич Павел Барин. И это новая рубрика «Звезда из народа». Да, Кирюшенька, я прошу тебя, пожалуйста, будешь в Ленинской библиотеке? Я знаю, ты собрался туда в четверг? Да. В четверг. Вот, сегодня среда, в четверг собрался. Ну, я в следующий поеду. Ага. На Медней, на Медней. Забеги. Зацепить тебе, да? Зацепи мне пару книжечек. Мне, пожалуйста, ориентир не надо, у меня с ориентиром все в порядке. Ты мне сонетик возьми, пожалуйста, и гендерную политику для женщин. Будет сделано, Павел. Для женщин. Будет сделано, сегодня вопрос. Можно ли на меня рассчитывать? Договорились. Ну, что? Может быть, послушаем. Я предлагаю, да, к творчеству как-то. Окунуться у нас. Вернуться. Творческая история, поэтому, может быть, все-таки начнем. Мы еще неизвестно. Мне кажется, что Анастасия не определилась, честно говоря. То ли она политик, то ли в ней еще спит женщина-политик. Анастасия, а вы бы хотели вообще политическую карьеру? Да ты что, не видишь, что ли? Конечно, да. Ну, хорошо, пусть ответит Анастасия сам. Хорошо. Я скажу, что я занималась, может быть, поэтому вы и сомневаетесь, потому что я занималась всегда параллельно. У меня наука и искусство. Поэтому, действительно, можно себя проявлять и в этой сфере, но не говорю о том, что надо забывать творчество. Я сейчас усиленно буду развивать именно творческий свой потенциал. Мне это очень нравится, меня это очень зажигает. Кто-то не знает все равно. Я тебе говорю, Гриша, в этой женщине спит политик. По крайней мере, уже не спит, он просыпается в ней. У женщин у них же всегда так сегодня творчество. Да, да, сегодня творчество. Послезавтра, опять же, как мы передвигаемся, понимаешь? Только кухню поставили, послезавтра уже все надоело. Вам идея, Павел. Да, обязательно нужно делать ремонт периодически. И заменять обстановку. Я с вами согласна, да. Поменяли обстановку дома, поменялась обстановка в жизни. Ну, типа, я в это не верю. Я не знаю, вот у женщин у них, я извиняюсь, что все так. Настя, работает эта история вообще? А работает так очень хорошо, когда уже что-то назрело, да, вот хочется поменять, да, вот что-то. Понимаешь? Конечно, надо что-то сделать. Я сейчас ответил на вопрос. Мне вот нет, извиняюсь, у них назревает что-то, именно у них свои задачи, понимаешь? Вы сейчас на каком этапе? Вот у вас сейчас все чинно, благородно, все идет своим чередом? Или вот какая-то назревает история новая? Какой-то переломный ход, переломная история? Сейчас у меня в творчестве назревает подъем. Я решила усиленно заниматься творчеством. Пишу сейчас песни в стиле поп и рок. Мне в этом помогает замечательный композитор Вита Снорпус, который занимается роком. Я использую его, например, музыку. Пишу стихи. А вот с попсой я пишу ее полностью сама. Музыку стихи. Немножко, бывает где-то, аранжировки чуть-чуть. Вот помогал Алексей Фокс и Кантана Фокс. Они немножечко подсказывали, как лучше это все сделать. И чуть-чуть помогали. Вот. А так, в принципе, мне нравятся два направления. Я иду потихонечку. Понятно. Ну что ж, я предлагаю послушать композицию. Называется... У меня три композиции. Начнем мы, наверное, с аэроплана. Давайте. Пару слов, как скажете, Павел. Я сегодня задерживаюсь. Пару слов про композицию аэроплана. Композиция «Мой аэроплан» родилась у меня в городе Пущино. Я вышла просто на балкон в очередной раз. Мы жили тогда на седьмом этаже. И очень хорошо было видно, как дельтаплан, аэропланчики и, значит, мелкие самолетики летали вот над нашим домом. Так как мы жили в городе Пущино, а чуть-чуть по соседству имеется деревня Грызлова. И вот там есть аэродром грызловский. И оттуда постоянно идут учебные полеты. Спать не дают. Да. Ну, нет. Ну, они не спать. А утром они обычно просыпаются и с утра начинают планировать. И вот у нас очень хорошо было видно аэропланы, дельтапланы и вот мелкие самолеты. Я не выдержала, написала песню замечательную. Отлично. Слушаем тогда. Анастасия Першина, ЛД-шоу, рубрика «Звезда из народа». Песня «Аэроплан». Она? Я улетаю в дальние страны. Мой аэроплан летит без заход. И как нет, самой не странно. На моей душе легко. Мой аэроплан. Мой аэроплан. Мой аэроплан. Я вижу тебя в Париже. Ты бродишь по улицам один. Мой аэроплан спускается ниже. И мы друг на друга смотрим. Я улетаю в дальние страны. Мой аэроплан летит высоко. И как я, само не странно, На моей душе легко. Мой аэропорт, Мой аэропорт. Да я тебя нашла, Чтобы сказать про чай. Но твои глаза Вновь виновевают май. И наша любовь проснулась Сегодня, как первый раз. Ее с головой окунулась, Не пряча своих глаз. Я улетаю в дальние страны, Мой аэропорт летит высоко. И как мне, само не странно, На моей душе легко. Мой аэропорт, Мой аэропорт. Я улетаю в страны, Мы должны расстаться с тобой. Все получилось как-то странно, Но я не твоя, и ты мне чужой. Вдруг попросил ты меня, Давай полетаем вдвоем. В твоих объятиях, конечно же, Я сказала, мой милый, пойдем. Я улетаю в дальние страны, Мой аэропорт летит высоко. И как мне, само не странно, На моей душе легко. Мой аэропорт летит высоко. Аэроплан от наших сегодняшних гостей. Я так понимаю, что мой аэроплан называется. Да, действительно называется мой аэроплан. Ну что ж. Радио ЛДШО Кирилл Юрьевич Павел Бабин. Звездная из народа. Ты все сказал уже? Да? Все, счастливо. Спасибо. Продолжайте, Павел. Ну что ж, мы продолжаем. Анастасия Першина с Гатчаткой и Жара. Мы Жару добавляем. Забываем добавлять. Ну что Павел? Пару по песне можете сказать. А есть принципиальная разница Анастасия Першина-Жара или Анастасия Жара-Першина? В принципе, просто так сложилось. Я добавила имя, фамилия, а уже те псевдонимы. То есть все-таки Анастасия Першина-Жара. Все договоры. Договор? Договор. Подписали, печатями скрепили, рукопожатили. Мой аэроплан. Не, не так. Давайте Павел. Не получится. Мой аэроплан. Что ты выглядишь, когда поешь первую песню? Мой аэроплан. Ну что? Нет, я хочу сказать, что какой-то додор какой-то я услышал. Что-то напоминает, что-то такое вот по стилю. Нет, она такая, сейчас она у меня попсовенькая. Изначально она была такой... А, она на пузах была? Да, она была, ну давай такая, нет, она была немножко попсовок. Потом она стала у меня попсовенькой, такая веселенькая песенка. Мой аэроплан. Как я уже сказала, я ее написала все-таки в городе Пущино, пока летали аэропланы. А также я писала некоторые произведения, как райский сад, также писала в городе Пущино. Мир, в котором я живу, я написала перед самым получением лауреата авторской сети, дипломанта, а также и барбер России, присвоенному в замечательном городе Кролеве. Там я подарила замечательные две книжки, вот эти вот, «Гентор на политику, сам это любви». Вот эти две книжки все-таки нашей космонавту, да, вот как сказать. Женщине-космонавту. Да, женщине-космонавту, да. Валентине Терешковой. При знакомстве. Да, лично познакомилась и подарила очень две книжки, две книжки, две книжки. Да. Себе какой-то получили от нее. Да, замечательная. Она очень была счастливой, разумной, вот в тот момент. Да. Ну вот, я предлагаю какой-то пройти, попробовать войти дальше по хронологии событий. Хронология событий. Исторически. Да, все-таки я познакомилась с замечательной подружкой Оксаной Сахоновой. Она являлась еще на момент, по-моему, 13-го года, да, именно в тот момент. Она являлась арт-директором левой стороной группы, левой стороной движения. И вот тогда мы познакомились с Анваром, который был приглашен. А вы до этого момента были бардом. Да, я была бардом, и в качестве барда была приглашена на концерт. И с Николаем Викторовичным, со своим другом тоже бардом, бардом России. И также против нас, против бардов, шла попса. У вас была битва, что ли, там? Да, конкурсы. Батл? Да, барды против попсы. А, вот такая. Где это вообще происходило все? Я бы посмотрел сюда, прям при барды против попсы. Ты представляешь? Да, это был замечательный концерт, замечательнейший концерт. Гитары ломали об них. Они у вас электронные, вы об них хрустически. Нет, на самом деле это был замечательный, замечательнейший концерт. Барды против попсы, потому что мы выступали сначала я и Николай. А затем выступила группа «Левосторонние движения». И в ней играли Ямамадов и солист группы Анвард и Увердя. Ну, не, кстати, к сожалению, 12-й июня, но... Вот успел меня ввести, можно сказать, в творчество попсовое. Да, попсовое. Зарази, укусил. Да, попросил переехать в столицу, и мы начали заниматься творчеством попсового. И вот в этом момент я стала попсовиком, и вот мы слышим как раз попсовые обработки. Вот песен был мой аэроплан. А на самом деле это хэви-метал, 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 хэви-метал. Рок бывший. Металлика. Нет, металлика. Это он называется. Раньше этой песней там валили деревья, фузами этой песни валили деревья, а сейчас она стала мой аэроплан. Чуть-чуть подверглась обработке, чуть-чуть стала более аэроплан. Мягкой, да, замечательно. Затем вот я занималась немножко руком, и еще, будучи в городе Кущино, поскольку это мой любимый человечек, он был ропером. Алексей, привет. Если вы меня... А что, он тоже переделался, что ли? Нет, это просто мой муж, можно сказать, передать супруга, и мы разошлись. Но все равно осталось... Сейчас привет передаем же моему? Да. Привет передаем. Привет. У нас тут многие... А есть песня посвященная ему. У нас тут многие приветы передают. Нет, у меня есть стихи, они практически все были подосвящены ему. Анастасия, а можно... Ага, сонета о любви. Может вы что-нибудь прочтете свои? Ну, если посмотреть, сейчас я могу... Если только о нем, только... Вот есть Анастасия, давайте вот сначала с меня начнем. Конечно. Она зайдется Настей и любит танцевать. Она поет романсы и обожает танцы. Такую девчонку мечтает повстречать не только европейцы, но даже африканцы. Ах, Настя, Настя, Настенька, ах, Анастасия, душа так хочет праздника. Да на всю Россию гордая девчонка лишь бровью поведет. И к ней не каждый парень, не каждый подойдет. Ее парней немало, сердечко замирало. При виде этой Насти мечтали все о счастье. Появится однажды совсем не тот, что каждый надежный, верный парень дорогу перейдет. И с Настей будет счастье. Конечно, будет счастье. Она судьбу свою найдет. И так вот. Анастасия, свершая жара. А что читать? Какого Алексея? Да, вот она, Алексей. Пожалуйста, Алеша. Есть такое стихотворение. Я каждый день сижу у окна и пишу для тебя стихи. И радость жизни одна у меня, когда рядом ты. Алеша, Алеша, Алешка, пишу для тебя я стихи. Смотрю на тебя в окошко, и сердце радуешь ты. Алешка, люблю я тебя, прошу тебя не спеши. Радость и маня за собой ведешь меня ты. Любви переполняет желание, целуешь устаты мои. Любовное это свидание привело нас к страстной любви. Отлично. Я просто... Блазо практически. Алешка-то локти себе накусает. Сейчас просто не то, что локти кусает, он сейчас уже тросы перегрызает лифтом в подъезде своем. Не может. Не может он, да. Интересно, каково это, когда тебе посвящают целую книгу? Называют ее сонеты любви. Ты бы сидел сейчас, слушал радио, и кто-то там вдруг сказал, это вот мой бывший троллит-поля, и такой Кирюшка, 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 Кирюшка. Кирюшка, Кирюшка. Кирюшка, Кирюшка. Я живу каждый день в окна, Кирюшка и пишу тебе. Представляешь, как ты бы плакала, ты не то, что тросы бы перегрызала. Я бы сразу, алло. Сразу бы, да? Сразу. Сразу 150 и алло, да? Без 150. Да, ну, здесь много о ком еще есть. Прелестно, прелестно. Единственное, что вот балдежно. Я чувствую, прям вот этот задор какой-то, такой, не знаю, девчачий задор, он прям сквозит, прям сквозит девчачьим задором отовсюду. Уморчество пронизано. Чего не возьми. Потому что мы с ним познакомились, когда мне было 20 лет, и мне хотелось здрасти и очень каких-то таких серьезных отношений. И вот он усилил меня. Он дал эти отношения, я так понимаю. Потом, так сказать, и ушел. Потом взял. Я бы сказал, что он меня просто сама почему-то объехал. А, наоборот все. Ну, извини, Алешка, Алешка. Анастасия сбежала просто от счастья. Написала ему, понимаешь, что она это Алешка. Нет, ну, 10 лет. Уши поразвесила Алешка, 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 а она потом уехала почему-то. Получается, сердце разбито у Алешки. У Алешки. Ну, Алешки, но все-таки мы были 10 лет вместе. Получается, сердце-то у него все равно разбито. Конечно. То есть вы ему как бы надежду дали, все вот это вот. Ну, ладно, ладно. И потом просто уехали. Нет, на самом деле там была мужчина. Ну, все. Не важно. Главное, давайте будем о грустном, будем о хорошем. Все-таки я прочитала замечательное стихотворение. А также еще есть несколько замечательных стихов. Но все-таки немножко о руки, о попсе. Я все-таки, как сказала, начался рок оттуда. Много песен роковых. Вот, приплели сейчас попсовую стезю. Сейчас мы будем больше попсы слушать. Но также, напоминаю, концертные программы. Можно смотреть мне ВКонтакте. Там будет рок-попсовый концерт. И, соответственно, напоминаю, что некоторые сейчас роковые композиции, как музыка, будут звучать под Витаса-Норкуса. А мои, соответственно, больше попсовые будут. Но Витас-Норкус все-таки согласится с тем, чтобы я положила туда стихи, свою мелодию. И теперь я пою сама со своей мелодией, со своими стихами. А у вас уходят концерты? Да. Вы уходите концерты? Знаете, какая-то программа концерта? Ну, есть у меня свои вот эти песни. Я выхожу с ними. Когда меня приглашают, я выхожу на определенные концерты. Я выступала в Мезо-клубе замечательно. И в других тоже рестаарных клубах. У меня есть предложение послушать песню следующую. Так, в патронник заряжает Павел в нашем плейлисте следующую песню нашей сегодняшней гости. Анастасия Свершина. Я извиняюсь, по-английски написано «Королева». Есть такая, да? Нет, нет, это как раз называется песня «Мир, в котором я живу». Просто аранжировщик, не знаю, впечатлился на меня, как на королеву, и решил написать. Да, написать вот такое странное название. Ну, хорошо. Песня называется «Мир, в котором я живу». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. 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 На русском, конечно, на русском такая же, Кирюш, практически история, практически, но не совсем. Но не совсем, но не точно. Ну что ж, да, это ЛД-шоу в эфире «Нерусского радио». В Москве уже 18.57. Точная московская. Да, подходит к концу время наше, к сожалению, нашего интервью Анастасия. Записали еще третью песенку. Да, третья песенка будет обязательно. Какие-то, что-то, какие-то анонсы, может быть, есть. Что, 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 банальный, но все равно. Какие, ждем творческие планы какие? Какие творческие планы? Значит, сейчас потихонечку буду выступать. Я думаю, что у меня скоро увидится на телепрограмме. Я пригласила на программу на канал «Москусский». Проект «Желеновка» программа «Ангод». И как раз я буду давать там интервью. Я думаю, что все будет интересно послушать меня и там, и увидеть меня в эти зрители. А также будут планироваться уже действительно серьезные выступления на больших сценах. И прошу вас следить обязательно за рекламой. Опять же, обращаю внимание на свою замечательную страничку ВКонтакте. Там я немножко сокращенно написана на «Стежара». Как ее найти? Как она звучит? Да, «Настя Жара» в скобочках «Иржина». Я специально вот это сделала, чтобы все те, которые меня знали изначально как «Настя Жара», все-таки меня не забывали. И есть замечательная-замечательная афиша, в которой я написана полностью. Анастасия Жара, поэтому все произведения, все концерты будут именно под этой афишей. Так что обязательно смотрите, набирайте полное мое имя. И я думаю, что вы все концертные программы мои как раз увидите. Сейчас меня также пригласили ввести роль в таком замечательном фильме, как «Оперон». Теперь я буду еще как актриса выступать в роли Мелиссы. Поэтому прошу меня любить и жаловать и смотрите еще фильм «Оперон». Сойти с ума просто. Актриса в роли Мелиссы. Ага, как «Оперон» и «Он Маск». То есть получается, что прям, я не знаю, даже, хочется сказать, даже смотрите, даже если вы не хотите смотреть, то вы меня все равно увидите. Где-нибудь, я прорвусь. Актриса для проката или для ТВ? Я думаю, что для серьезного телевидения. Но все, конечно, зависит от пиар-менеджеров, от самого фильма, от подписчиков данного фильма. Поэтому будем следить за рекламы, следить за возможности мне трансляции его. А пока мы его все-таки будем снимать потихонечку. Ну уж, конечно же, вы должны вам деваться. Теперь надо снимать его потихонечку. Может быть, в альбом у вас выходит песня? А, да. Что касается в альбоме песни, я еще не сказала. У меня первый был «Хлоппий снега», все-таки бардовский альбом. Все-таки вышел. Да, все-таки давно уже. Прорвался все-таки бардовский. Да. Один был. Да, где-то в 2013-20 год. Я все-таки выпустила «Хлоппий снега». Сейчас, да, на сегодняшний день готовится еще выпуск нового сборника стихов. «Воспетый страстью». Скоро вы его увидите, узнаете, прочтете. И я думаю, урокопопсовый будет какой-нибудь альбом для вас. А сейчас пока я еще не знаю, как назвать, будем потихонечку его готовить. Поскольку Витас Норкус желал также сделать замечательный рекалитмящий концерт. У него есть замечательные балерины. Вот он, роковый концерт, рок-балет делал в свое время в Лос-Анджелесе. И Америка, и Англия. Он везде транслировал свои композиции. Сейчас они также будут с моим участием. И я думаю, что Нико пытался на рок-оперу хотел. Но что касается меня, мы все-таки создадим попсово-роковую концертную программу. Может быть, возможно, еще добавим балет. Но балет будет современным. Все-таки потому что это попса и рок. Я уже теперь не хочу классический, какой он создавал. Мне будет все современно, все стильно, все весело. Весело, самое, по-моему, здесь основное слово. Да. Все современно, стильно, весело. Весело, прекрасно. Да, да. Не будем, но так. Да, я так проиронизировала, поэтому... Да, я понял, понял. Следующий концерт будет с участием двух замечательных исполнителей. Сейчас мы выбираем Денисом Варкланирован, моим, вот, можно сказать, оберегом, который, действительно, я ему подала такую замечательную идею в качестве выбрать не одного худого, а другого полного. Так это ж мы с тобой, Кирюха. Ну, человечка. Ты худой. Конечно, тут нужны два человечка. Маленькие. А, маленькие. Худой, полный. Не обязательно маленький, может быть, побольше или поменьше. Главное, чтобы они были великолепные танцоры и, самое главное, веселые. Только это ж мы, конечно, ну, так тем более. Мы от вас обязательно подумаем. Подумайте, обязательно. Кстати, примем достойное решение, я думаю. Вот так. Вот вы подумайте, перемейте, пожалуйста, достойное решение. Обязательно достойное решение. Вот так вот рождаются сбросы. Да, Кирилл Юрьевич, да, так рождается, наконец-то. Наконец-то подождается. Загорелась. Мне подожди, еще не карпай, но, может быть, все. Танцевать, да, танцевать. Вот, Павел, обязательно. Тем более, что ты начал, я видел. Потому что песня озвучит мир, которым я живу. И там есть такие фразы, как мир прекрасен для худых и полных. Да, я слышал. И вот обязательно для худых и полных они должны там появиться. Я понял, это будет, знаешь, такая камера, идет мир, в котором он прекрасен для худых. Человек полный, все, и все, вся роль. Трико главное, чтобы они были втягивающем таком балетном трико. Особенно второй. У меня есть такой звук, поэтому я готов. Ну что ж, на этой мажорной ноте мы попрощаемся и... А, ну да, давайте так сделаем. И песню как раз поставим. На этой по мажорной ноте мы заканчиваем свой эфир. Единственный момент. Песня называется по-английски, опять же, я тут как нерадивый диджей. Paradise Garden. То есть райский сад. Да, вы вот так... Ну, можно иди эту песню. Раз вы ее выбрали. Ну, да. У вас хороший вкус. Да, хорошо, да. Ну, другой вопрос, что не я их выбирал, это писал, это менеджер. Ну, это ничего, это как бы... Райский сад. Я так скажу, что это... Какая-то может быть как-то связана с библейской историей, нет? Нет, Райский сад вообще изначально, вот эта песня называлась «Лоза». У меня тогда... Юрию посвящена. Нет, она не Юрию, она Григорию. Брат Юра. Брат Юра. Юра, Григорий, брат Юра. Супер, как его совпало, как совпало. Ну, я тоже ему, Гриша, привет. Конечно, Гриша, здорово. Сейчас в Москве появятся люди с обглотанными локтями, просто два человека. Ну, нет, я могу не читать, потому что у меня стихи и стихи старикуют, поэтому читать можно людей в миллионы. Ну, собственно говоря, почему виноградные лоза вот проскочило, потому что еще связано было с веном, и за бокалом вина очень хорошо по себе реагирует. Глазика. Ну да, Глазика жанра. Лино самой не выпьется. Лино, бокалы, песня. Поэтому «Иральский сад», то, что обзакворялась с моим замечательным... Я очень любила отдыхать на даче. Першина. Да, Анастасия Першина, «Жара» с вами. Ну что ж, да. Замечательные песни. Своей стороны... Да, надо попрощаться. Мы-то скажем «до свидания». Мы-то скажем «до свидания», да, у нас продолжается эфир. Второй час ЛД-шоу, следующее интервью. Мы встретимся в следующем часе, вернее, он уже начался этот час, но мы немножко... Классика, классика жанра «Смурдского радио». Замечательно. А я с вами обращаюсь. Я с вами была Анастасия Першина, «Жара» со своими замечательными песнями, творчествами. Жду вас на своих концертах. Люблю целую. Приходите. Отлично, дорогие друзья. Ну, ЛД-шоу услышится с вами совсем скоро. Не переключайтесь. «Райский сад», «Райский сад», Глаза, лаза, лаза. Глаза, лаза, лаза. Я просто ставлю мне этой песню. Солнится виноградные лонцы, под солнечными лучами, Саду растекают мимонцы, неподалеку родник бежит ручей камень. Ветер напевает песни мне, играя на древесной скрипке. И утром вижу ярким окном сне, как солнце расплывается в улыбке. Вьются виноградные лонцы, под солнечными лучами, Саду растекают мимонцы, неподалеку родник бежит ручей камень. Вновь просыпаюсь я с удачей, и широко раскрыл полтон. Вдыхаю свежесть, как на даче, лисаю пушкинский яхон. Вьются виноградные лонцы, под солнечными лучами, Саду растекают мимонцы, неподалеку родник бежит ручей камень. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, и-най,船-ля-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Датым позавтракаю немного и выпив зима багачить чая. Продолжение следует...